Обретая мастерство или вместе мы можем всё. Выставка детских рисунков с амбициозным названием была организована в Правобережном центре дополнительного образования. Воспитанники из-за студии «Светлячок» показали зрителям свои лучшие работы. Удивительно яркая креативная экспозиция никого не оставила равнодушным. О картинах, написанных с душой и планах студийцев, расскажем в нашем сюжете. Картины формата А3, А4 выполнены гуашью, красками, восковыми мелками и в карандашной технике. Всего выставка под названием «Обретаем мастерство» или «Вместе мы можем всё», организованная в стенах Правобережного центра дополнительного образования детей, объединила порядка сотни работ. Их авторы, воспитанники из-за студии «Светлячок» каждому своему мини-шедевру подошли с душой и вдохновением. Ну вот, например, вот работа «Маскарад» Марии Новиковой. Она увидела Константина Сомова, влюбилась в него без памяти. Там огни яркие у него на работе. Всякие дамы красивые в карнавальных костюмах. Говорит, я хочу надеть на себя вот такой костюм. И, пожалуйста, вот у нас получилась такая работа. Другой художничек, вот её сестрёнка младшая, Дарья наша, увидела Дега, влюбилась без памяти. Говорит, хочу нарисовать вот эту тётеньку. И нарисовала её, но на свой манер, как вот она видела. Педагог Алена Зайцева рассказывает, организовать собственную выставку было мечтой, к реализации которой вместе с ребятами они шли не один месяц. Хочу сказать, что каждая работа – это отдельная история. То есть по каждой работе можно судить о том, как ребёнок вырос. Вырос творчески, вырос чисто технически по рисованию. То есть это определённый этап взросления каждого ребёнка. Из-за студии «Светлячок» начала свою работу в Правобережном центре детского творчества два года назад. Сегодня здесь занимаются 75 детей в возрасте от 5 лет до 15. Группы разновозрастные, благодаря чему ребята учатся помогать и сопереживать. И, конечно, растут профессионально. Эльмира Давлет-Киреева ходит в «Светлячок» чуть больше года. До этого серьёзно рисованием не занималась. Здесь её талант раскрылся в полной мере. На этой картине, к примеру, она изобразила боль жителей блокадного Ленинграда. А в работе под названием «Неравный брак» показала, каким страшным может быть человеческая равнодушие. Осознанно рисовать я начала где-то лет в 11. За это время рисование стало очень важной частью моей жизни, без которой я буквально не могу представить её. Я стараюсь рисовать везде и всегда, потому что это помогает мне разгрузиться в какой-то степени и выразить свои мысли не через слова, а через бумагу и какие-то инструменты. Тело наклоняется, позвоночник у нас получается, изменяет положение. Педагог Алена Зайцева учит своих воспитанников основам рисунка и живописи. В то же время не ограничивает полёт детской фантазии. Позволяет экспериментировать с техниками. К примеру, на одном из прошлых уроков дети писали картины пластиковыми картами. Вот результат. В этой студии есть сотворчество педагога, родителей, а также детей. И благодаря такому дружному коллективу дети посещают не только городские мероприятия и участвуют в них, а также они уже на всероссийском уровне известны своим творчеством. Несколько сотен наград завоевали воспитанники из-за студии за два года на конкурсах самых различных уровней. Ряд выставочных работ ребята сразу после съёмок повезли на очередное арт-соревнование. В Великом Новгороде приняли участие во всероссийском историко-патриотическом конкурсе «Калейдоскоп Гонзейских городов России», который проводится в соответствии с приказом Министерства просвещения России. Когда сюжет уже готовился к выходу в эфир, стало известно в копилке достижений из-за студии весомое пополнение 25 дипломов лауреатов первой, второй и третьей степеней. И продолжение, как говорят сами студийцы, обязательно последует.